Новый год Конечно же, ни один Новый год не обходится без хлопушек, салютов и фейерверков С 20 декабря по 9 января в Республике Татарстан объявлен противопожарный режим Необходимо соблюдать ряд правил при обращении с пиротехникой Например, бенгальские огни можно зажигать в помещении, но не рядом с елкой или другими легко воспламеняющимися предметами Нужно всегда держать на готове емкость с водой, чтобы в случае чего успеть их затушить Что касается бенгальских огней, есть такая традиция, там их тушить в новогоднюю ночь в бокале шампанского Или в торт засовывать как свеча, вот это делать не нужно, потому что многие продукты сгорания бенгальских огней, они токсичны Не стоит также ловить языком пепел от фейерверков, который падает сверху Цветные огни создают металлы тяжелые или металлы, которые, ну, литий, он металл легкий, но он используется, например, как средство для купирования депрессивных состояний В психиатрии медикаментозное средство, поэтому, ну, вот выясет пепел от фейерверков, он тоже может дать свои физиологические последствия для организма При покупке пиротехники в первую очередь, конечно, нужно смотреть на срок годности Естественно, что сейчас под шумок то, что осталось с прошлого, с пятилетней давности, недобросовестные продавцы попытаются реализовать Опять же, стоит их покупать в сертифицированных точках, ну, там, ни у обочины, ни на трассе, ни где-то еще И пользоваться, соответственно, инструкцией, которая к ним прилагается Самое главное за новогодним столом – умеренность во всем Важно не потерять над собой контроль от такого изобилия угощений на столе Не рекомендуется также сочетать некоторые продукты, например, колбасу и майонез Пар кусочек съели, попробовали, все нормально, так вежливо и соблюдено Несочетаемым продуктом, по сути дела, можно отнести наши классические новогодние блюда Типа салата оливье или селедки под шубой, где мы, ну, на жирную рыбу или на жирную там колбасу еще Изрядно заправляем майонезом Рекомендуется в праздники пить больше воды, умеренно заниматься спортом И постараться восстановить режим сна до стандартного восьмичасового А самое главное – отдохнуть и набраться сил для предстоящего 2019 года Анна Глазунова, Ленардо Волесьяров, Универ Ньюс